Спасибо студия, доброе утро Красноярск. Мы сейчас находимся в музейном выставочном центре на Металлургов. И как я и обещала, сегодня мы будем знакомиться с сибирским пейзажем, с сибирским характером только посредством искусства, именно посредством картин знаменитых красноярских живописцев. Тут и Антон Давнар, и Илья Титов, и Алексей Климанов. Познакомит нас с новой выставкой, кстати, с одноименным названием «Сибирский характер», как раз старший научный сотрудник Елена Ясавкина. Елена Валентиновна, доброе утро. Доброе утро, Красноярск. Расскажите первый вопрос, как подбирались картины, по какому принципу? Вообще выставка наша проводится в рамках 11-го Суриковского фестиваля. Мы, в общем-то, смотрели работы многих художников, и хотелось показать работы именно тех художников, которые были последователями традиций Сурикова. И отобрали работы, рассказывающие о нашей красоте, нашего сибирского пейзажа. О красоте таких вот льтаёжных массивов, горных. Хотелось бы показать всю именно ширь, объём, вот то, что, в общем-то, присуще Сибири. Широту сибирской души, наверное. И главное, что каждый художник, когда пишет свою картину, он в первую очередь, конечно, показывает свой характер, показывает своё настроение в любой работе. В общем-то, это чувствуется, это видно. Когда мы смотрим на работы Тойва Рианеля, довольно известной работы, нам в них часто работы его сопровождают изображения таких могучих, сильных кедров. И вот самая знаменитая работа «Кедры», к сожалению, сегодня на выставке нашей нет, но другие, в общем-то, работы не менее интересные. Видимо, как и его характер, так, в общем-то, вот этот кедр сильный, могучий, несмотря на любые непогоды и условия плохие, в общем-то, существования, он стоит, он твёрдо смотрит, в общем-то, сопротивляется этой жизни. То есть вот это вот как раз то, что отличает какую-то самобытность каждого автора, а можно всё-таки о ней говорить, о самобытности каждого художника. Естественно, у каждого художника своё видение, у каждого своё настроение, свой характер и своя манера. Но вот что их объединяет, это вот сибирский пейзаж, сибирский характер, становление человека. Когда мы смотрим на работы, допустим, Ильи Китова, ощущение, что человек их писал с высоты птичьего полёта. Как будто да, ты летишь. Да, потому что увидеть вот это просто человеку нереально. Одна из самых, наверное, необычных работ – это «Зима в Саянах». Наверное, такое можно снять только с квадрокоптера сейчас. Но в те времена, я так понимаю, что таких приспособлений просто не было. То есть человек, получается, увидел это. Вот неизвестно. Вот воображение художника в первую очередь, конечно, тоже присутствует. И в то же время работы настолько реалистично отражают нашу действительность. Любая работа, вот Ильи Титова, Антона Довнар – это работы, которые… Они не придуманы, они за счёт действительности. Очень многие люди, приедя на нашу выставку, подолгу отходят от одной картины, возвращаются снова к старой. Потому что в них есть что-то такое, которое зацепило человека. Вот он пытается увидеть какие-то мелкие детали, которые связаны с его жизнью. Та же сибирская деревня у Антона Довнара. Вроде покосившиеся старые домики, но они настолько милые и притягательные. Это вот незабываемое впечатление. Я так понимаю, Антон Довнар – это один из ваших любимых… Вы знаете, впечатляет работы Антона Довнара, потому как это работы, которые… Они вот близки, наверное, каждому человеку, который видит эту Сибирь, видит, в общем-то, вот деревню сибирскую. Это действительно работы очень красивые, очень интересные. Спасибо большое. Я думаю, что действительно на этой выставке можно ощутить всю мощь сибирского характера, и каждый найдет для себя какого-то любимого, можно сказать, красноярского художника и действительно берет гордость за наших, за земляков. Пока передаю слово вам, студия. Спасибо.